2 Петра 1, 10-11 2 Петра 1, 10-11 2 Петра 1, 10-11 2 Петра 1, 10-11 Дорогие друзья, тоже относится и к нашей жизни. Если вы служите Христу, то и вознаграждение вы получите от Него, вы разделите Его славу. Если же вы служите Сатане, то и плату будете получать от Него. Вы можете потом плакать и умолять, но закон воздаяния останется непреклонным. Сегодня мы с вами будем говорить о награде духовного роста. Что мы можем ожидать, если исполняем волю Божью и если в общении со Христом возрастаем духовно? Какова награда духовного роста? Мы увидим, что духовный рост вознаграждает нас и уже здесь на этой земле и в будущем на небесах. В том тексте, который мы с вами прочитали в самом начале 2 Петра, 1 глава 10-11 стихи, показаны три награды, которые несет с собой духовный рост. Три награды, которые несет с собой духовный рост. Первое – это уверенность в спасении на земле. Уверенность в спасении на земле. Посмотрите на начало 10 стиха. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Прежде всего, давайте разберемся с тем, что это означает. «Звание» и «избрание» – это, можно сказать, две стороны одной медали. Слово «избрание» указывает на то, что Бог нас избрал еще от вечности. Еще прежде, чем Он сотворил этот мир, Библия учит этому, во многих местах говорится о том, что Бог избрал еще от вечности определенных людей, которые уверуют и будут спасены. А термин «призвание» относится к определенному моменту в нашей земной жизни, к тому моменту, когда Господь через проповедь Евангелия призвал нас отвернуться от Сатаны и перейти из царства Сатаны в царство возлюбленного Сына Его. Как мы уже сказали, это происходит через проповедь Евангелия. Вот как апостол Павел объясняет сочетание этих двух вещей – «избрание» и «призвание» во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 13-14 стихи. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13-14. Я прочитаю в переводе Кассиана. В переводе Кассиана, 2 Фессалоникийцам, 2-13-14. «Мы же должны благодарить Бога всегда, а вас, братья, возлюбленные Господом, потому что избрал вас Бог от начала ко спасению, в освящении духом и в вере истине, к чему и призвал Он вас через Евангелие наше, к получению славы Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, здесь Павел говорит, что от начала, то есть из других мест писаний мы знаем, что это еще обозначает до сотворения мира. Бог избрал вас ко спасению, спасению, которое происходит в освящении духом и в вере истине, спасение, которое неотделимо от веры. Божье избрание, оно не означает, что человек спасенный просто так или избранный человек спасется просто так, не уверовав. Нет, Божье избрание подразумевает, что это спасение произойдет через веру. И вот от начала, говорит Павел, Бог избрал вас, а ныне, в настоящее время, призвал вас через Евангелие наше. То есть Он избрал вас от начала до сотворения мира, к чему и призвал через Евангелие, то есть через проповедь Евангелия в настоящее время, когда мы в своей земной жизни, проживая эту жизнь, мы сталкиваемся с людьми, которые проповедуют нам Евангелие, мы сталкиваемся с какой-то информацией о Слове Божьем, Писание становится нам известно, и вот через это Евангелие, через познание Божьего Слова Бог призывает нас к себе. Итак, звание и избрание, вот эти слова относятся к Божьему избранию верующих людей. Далее, что означает делать свое звание и избрание твердым? Как мы здесь прочитали, посему, братья, более-более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Значит ли это, что наше избрание неопределенное или гипотетическое, и от наших действий зависит, закрепить его или развеять? Нет, не значит. Дело в том, что в греческом оригинале слово «делать» стоит в особой форме. Сейчас у нас будет небольшой урок грамматики, но не волнуйтесь, это будет очень легкий урок. Вы все уйдете с этого урока отличниками. Вот это слово «делать» в греческом оригинале стоит не в обычной активной форме «поейн», а в форме среднего залога «поейстой», что точнее передать, как «делать для себя». В греческом языке есть активный залог глагола «делать», пассивный залог «быть делаемым» и средний залог «делать для себя». Вот здесь, в этом стихе, используется именно средний залог «делать для себя». Это в синодальном переводе этот нюанс не отражен, поэтому у читателя может сложиться превратное впечатление о значении этого текста, но если перевести более точно, то получается следующим образом. «Старайтесь делать ваше призвание и избрание более и более твердым для себя». И действительно, если подумать, для Бога наше избрание и призвание и так тверды. Бог знает, кого Он избрал от вечности и кого призвал через проповедь Евангелия. У Бога нет в этом отношении сомнений, Он не теряется в догадках, «Подожди, а кого же я избрал?» Нет, это совершенно четко и определенно, что Бог знает, кого Он избрал. Библия многократно говорит, что Бог знает своих. А вот для нас наше избрание и призвание могут оставаться нетвердыми, зыбкими, туманными. Мы можем сомневаться и мы можем теряться в вопросе, а как узнать, избрал меня Бог или не избрал, «А вдруг я не избран? А вдруг я не призван? А вдруг все это самообман? Вдруг я напрасно вообще хожу в церковь и стараюсь?» и так далее. Как же сделать для себя свое избрание и призвание твердым? Как же нам не сомневаться? Как из моря сомнений выбраться на твердую сушу и встать на твердом основании, чтобы быть уверенными в том, что Господь нас избрал и призвал? Обратите внимание, что наш стих начинается со слова «посему», «по этому». Таким образом, он связан с предыдущим разделом. А в предыдущем разделе, как мы с вами уже довольно длительное время разбираем в наших проповедях, говорилось о чем? О духовном росте. Мы с вами многократно уже слово за словом, стих за стихом, фраза за фразой проходили вот этот вот раздел, и мы видели, мы постоянно говорили о духовном росте. В предыдущих стихах мы читали, «Если определенные духовные качества в вас есть и умножаются», то есть, если происходит духовный рост, потом Петр говорит «а в ком нет этого?» То есть, кто не возрастает духовно? И затем делает вывод «поэтому старайтесь делать для себя ваше призвание и избрание более твердым». Речь по-прежнему идет о духовном росте. Вот и ответ на наш вопрос. Вот секрет уверенности в спасении. Когда мы будем возрастать духовно, мы будем укрепляться в уверенности, что Бог нас избрал и призвал к себе. И чем больше в нас видны признаки духовного роста, тем более мы будем уверены в нашем призвании и избрании. Это на самом деле очень актуальный вопрос. Очень часто люди обращаются к пасторам, в том числе и ко мне, с таким вопросом «как узнать, избран ли я Богом?» Как обрести уверенность в спасении, а вдруг я не избран? И здесь нужно правильно понимать библейский взгляд на этот вопрос. Дело в том, что Библия нигде не призывает нас определять, избраны мы или нет. Вы нигде в Библии не найдете такого призыва «проверьте, избраны ли вы?» Или «испытывайте самих себя, избраны ли вы?» Библия нигде не призывает нас определять свое избрание. И даже нет критериев для такого определения. Библия не дает нам таких признаков или такой формулы, по которой можно было бы рассчитать и определить, избраны мы или нет. Библия призывает нас определять, ввере ли мы. Испытывайте самих себя, ввере ли вы. Самих себя исследуйте. И Библия показывает признаки подлинно верующего человека. Но Библия не призывает определять, избраны ли мы. Однако Библия призывает нас делать наше избрание более твердым для себя. То есть становиться более уверенными в своем избрании. Как это сделать? Лишь только возрастая духовно. Лишь если в нас происходит процесс духовного роста, и мы видим в себе процесс изменений, тогда мы будем более уверены в своем избрании и в своем спасении. Чтобы приобрести уверенность в спасении, бесполезно себя убеждать или просто уговаривать. Бесполезно заниматься самовнушением. То есть это будет просто глупым занятием, если мы встанем перед зеркалом и начнем себя уговаривать. Не сомневайся, ты спасен, ты избран. Это будет в лучшем случае самоуверенностью и самовнушением, что ничего общего не имеет с библейской истиной или христианством. Нет такого ритуала или обряда, который позволил бы нам сменить неуверенность на убежденность. То есть если приходит в церковь человек, который сомневается в своем спасении, который живет в этих сомнениях и томится в депрессии, потому что он не знает, спасен он или нет, избран он или нет, невозможно просто окурить его какими-нибудь клубами фимиама и сказать, все, теперь твои сомнения будут рассеяны. Нет, этого просто не произойдет. Вот, Библия не призывает искать ни знамения с неба, ни внутреннего голоса. То есть для того, чтобы определить, спасен я или не спасен, не требуется искать какого-то знамения, расстилать шерсть на земле, чтобы она была мокрая, вся земля сухой или что-то подобное. Не требуется просить у Бога, Господи, если я спасен, то пусть сейчас придет трамвай номер два. Это все будет глупостью, и это все будет искушением Бога, и это никак не вписывается в библейское учение. Также Библия не требует, чтобы мы искали какого-то голоса, который прозвучит нам, Господи, пусть сейчас прогремит гром, пусть сейчас я услышу в своем сердце, что я спасен. Хотя, может быть, кому-то Бог и дает подобное удостоверение. Я слышал такие истории, когда еще в советский период в безбожном окружении люди в армии, находясь, слышали, как Господь подал им такое удостоверение. Я допускаю, что, возможно, это может произойти, но это ни в коем случае не является нормативным. И Библия нигде не призывает нас искать этого. И если только мы начнем этого искать и добиваться, мы будем искушать Бога, и, скорее всего, с 99% уверенностью окажемся обманутыми сатаной. Итак, Библия не призывает искать ни знамения с неба, ни внутреннего голоса. Для того, чтобы быть уверенным в своем спасении, есть лишь одно надежное средство. Какое? Продолжающийся процесс духовного роста. Видя в себе перемены, видя растущее воздержание от греха, видя возрастающую любовь к Господу, видя, как вот все те качества, которые мы с вами разбирали в предыдущих проповедях, есть и умножаются, мы будем становиться все более уверенными в своем спасении, потому что мы будем видеть действия Божьей благодати в нашей жизни. И вот тогда, если мы будем возрастать духовно, исполнится то, о чем мы поем в хорошо известном гимне из сборника «Песнь Возрождения», если кто будет проверять номер 166, там такие слова. «Нету места для сомнения в сердце избранных тобой. В час минутного затменья будь на страже, пастырь мой. Радуйтесь со мной, люди, нет сомнения, я спасен, пусть весь мир твердит иное. Знаю, я Христом спасен». Вот эти слова, слова этого гимна, лишь тогда станут не самовнушением, когда мы возрастаем духовно. Задумайтесь об этом. Вполне возможно находиться в церкви, тратить калории на согревание церковной скамьи или стула и петь самоотверженно эту песню и самозабвенно и находиться в самообмане. И эта песня будет звучать лишь как самовнушение, если мы не возрастаем духовно. Если же в нас происходит духовный рост, тогда слова этой песни приобретут для нас полноценный смысл и мы сможем сказать «нету места для сомнения, сердце избранных тобой». Итак, первая награда духовного роста это уверенность в спасении уже здесь на земле. И насколько же это прекрасная награда, подумайте. Насколько ужасно жить в постоянных сомнениях, в депрессии, с постоянной червоточиной самокопания и неуверенности. Это обозначает практически жить свою жизнь без радости. И насколько прекрасно, когда мы можем иметь такую радость, которая характеризует Царство Божие. Ибо Царство Божие – это не пища и питье, а что? Праведность и мир, и радость во Святом Духе. Радость во Святом Духе – это часть Царства Божьего. Но лишь тогда мы можем иметь эту радость, когда мы живем по принципам Царства Божьего. Когда принципы Царства Божьего исполняются в нашей жизни, то есть мы возрастаем духовно, тогда в нас будет праведность и радость и мир во Святом Духе. Итак, уверенность в спасении на земле – это прекрасная награда духовного роста, к которой следует стремиться и ради которой стоит прикладывать усилия. Давайте теперь посмотрим на вторую награду духовного роста. Вторая награда духовного роста – это иммунитет от лжеучений в церкви. Иммунитет от лжеучений в церкви. Первая награда – уверенность в спасении на земле, вторая – иммунитет от лжеучений в церкви. Посмотрите на концовку 10 стиха, концовку 10 стиха. Так поступая, то есть возрастая духовно, никогда не приткнетесь. Если это в вас есть и умножается, если вы таким образом делаете более твердым для себя ваше звание, избрание, вот так поступая, то есть возрастая духовно, никогда не приткнетесь. Что это означает? Притыкаться в Библии очень часто связано с впадением в грех или неверным учением. Споткнуться, значит споткнуться об истину, не понять эту истину, отвергнуть эту истину, упасть, впадать в грех или неверное учение. Вот что такое приткновение. Например, в Римлянам 11.11 апостол Павел вопрошает, и так спрашиваю, неужели они, израильский народ, приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения, спасения язычникам. Там речь идет об отступлении израильского народа от Иисуса Христа. И объясняя причину их отступления, в 8 стихе Павел пишет, Бог дал им дух усыпления. Это как раз характеристика лжеучений. Ложные учения, дух усыпления. Я вижу, некоторые из вас улыбаются, смеются, наверное, в себе отмечаю дух усыпления сейчас, если вы не выспались. Но мы говорим о чем-то более глобальном, о впадении в лжеучение. Бог попустил израильтянам впасть в неверное учение, отвергнуть Иисуса Христа, дал им дух усыпления. Так вот, это и есть приткновение. Чтобы никогда не приткнуться, никогда не попасть под власть заблуждения или под влияние лжеучителей, нужно не останавливаться в духовном росте. Если это в вас есть и умножается, то есть если происходит духовный рост, никогда не приткнетесь. В послании к евреям, 5 главе, 13-14 стихи говорится, «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец, твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Здесь послание к евреям сравнивает для нас две стадии земной жизни – младенцы и совершенные. Слово «совершенный» по-гречески «телиос» обозначает не всегда абсолютное совершенство или нравственное совершенство. Оно очень часто обозначает то, что мы с вами назвали бы тоже со словом «совершенство», тоже с корнем «совершенство», но чуть-чуть по-другому. Знаете что? Совершеннолетие. Он в совершенных летах, то есть он зрелый, совершеннолетний. И вот здесь сравниваются две стадии жизни – младенец и в совершенных летах. Младенец и совершеннолетний. Вот младенец не сведущ в слове праведности. Младенец, он не отличает добро от зла. Младенца легко обвести вокруг пальца. Я как-то видел такое смешное видео годы назад, но оно мне сейчас почему-то вспомнилось. Это когда папа сидит рядом с маленьким ребенком, ну ребенку может быть годика три, и он показывает ему, как он съедает большой красный перец. Вот, он сидит к нему боком, камеры снимает, вот. И он этот перец, ну просто проводит как бы за своей головой, да, естественно, он не ест его, не в рот, не жует. А он как бы делает вид, что как будто бы его ест. Вот. И у ребенка вот такие вот глаза, он не может понять и поверить, как это папа съел такой большой красный перец. Вот, младенца легко провести вокруг пальца. Младенец легко приткнется. Младенец легко впадет в заблуждение, в лжеучение. Совершеннолетний он уже способен различать. Твердая пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То есть, совершеннолетний, духовно зрелый человек, это человек, который уже настолько постиг истину Писания, что он способен питаться твердой пищей. Он знает библейские доктрины, он знает, как они сочетаются между собой. Его не так легко сбить с пути. И более того, он имеет определенный опыт развлечения. У него чувство навыкам, то есть практикой, приучены к развлечению добра и зла. Вот именно это произойдет, если мы будем духовно расти. Если мы будем духовно расти, мы станем уже не младенцами, а совершеннолетними, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. И тогда никогда не приткнетесь. Мы нередко сталкиваемся с тем, что многие люди даже в евангельских церквях принимают различные странные учения. Кто-то предсказывает день пришествия Господа. Это вы в интернете можете найти тысячи людей, лайкают эти видео, в которых разные люди предсказывают пришествие Господа. В прошлом году предсказывали. Потом, естественно, когда это не состоялось, они перенесли на следующий год. Когда это не состоится, перенесут еще раз. Вот, рано или поздно они попадут. Но проблема в том, что Библия никогда не говорит нам заниматься таким предсказанием. Кто-то принимает иудейские мифы и толкования, и люди гоняются за иудейскими учителями, они слушают разного рода христианских раввинов, якобы, да? Вот, как будто бы это и есть самое правильное, самое глубокое толкование Священного Писания, хотя сам раввин, если так можно сказать, и иудейский учитель Шауль Савл, апостол Павел предупреждает нас учениями различными и чуждыми, что не увлекаться. И он предупреждает нас опасаться иудейских басен, потому что в иудаизме много басен, и об этом пишет Новый Завет. Но христиане, многие попадаются на удочку иудейского учения, воспринимая все за чистую монету, раз это идет от иудеев, значит, это самое подлинное толкование. И очень часто они попадаются на удочку законничества и фарисейства, и всего того, против чего проповедовал и Христос и апостолы. Кто-то начинает соблюдать субботу и законы о пище, кто-то ищет нового личного откровения от Господа, потому что ему недостаточно библейского, но библейского недостаточно, потому что он не понимает этого библейского откровения, он не питается этой духовной пищей, и он видит в этом какой-то недостаток. В чем причина того, что многие люди даже в евангельских церквях попадаются вот на эти разные учения, различные и чуждые, и увлекаются ими? В чем причина, что люди притыкаются? Причина может быть в том, что человек в какой-то момент своей христианской жизни останавливается в духовном росте. И особенно плохо, если он остановился в младенчестве. В общем-то, если он уже стал духовно зрелым и духовно совершеннолетним, он, скорее всего, и не остановится. Он всегда будет возрастать, потому что он уже понимает опасности и как правильно. Но когда человек в младенчестве начинает воспринимать не то учение или перестает вникать в Писание и заниматься своей духовной жизнью, теряет дисциплину духовной жизни, то останавливаясь на уровне младенчества, он не способен питаться твердой пищей, то есть он не различает истинное толкование от неистинного, он плохо понимает смысл священного Писания, он все переворачивает с ног на голову, и тогда он не различает добро и зло. В процессе духовного роста мы возрастаем в знании. Покажите в Добродетели знания, как мы разбирали. В процессе духовного роста мы познаем характер и Слово Господа. Вы не останетесь без успеха и плода, и это приведет вас в познание Иисуса Христа. Помните, мы все эти стихи уже с вами разбирали. Итак, в процессе духовного роста наши чувства приучаются к развлечению добра и зла, правильного и неправильного. Поэтому духовный рост формирует иммунитет от лжеучения, а отсутствие нормального духовного роста ведет в плен всевозможных разномыслей и разномнений. Итак, мы с вами рассмотрели первые две награды духовного роста. Это уверенность в спасении на земле и иммунитет от лжеучений в церкви. Давайте посмотрим теперь на третью награду духовного роста. Третья награда духовного роста – это великий триумф на небесах. Великий триумф на небесах. Посмотрите на 11 стих. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». На первый взгляд может показаться, что речь идет о спасении делами. На первый взгляд может показаться, что здесь сказано следующее. «Если вы будете поступать угодным Богу образом, то войдете на небеса, откроется вам свободный вход». И многие люди именно так и толкуют этот стих. Однако здесь есть проблема в переводе. Здесь есть проблема в переводе. Дело в том, что в оригинале нет слова «откроется». И в оригинале нет слова «свободный». Если перевести буквально, то вот что здесь сказано. Послушайте. «Ибо так богато подастся или предоставится вам вход». «Богато предоставится вам вход». Действительно, звучит немножечко непонятно на первый взгляд. И поэтому переводчики синодального текста, они, естественно, размышляли над тем, как эту мысль передать «богато подастся вам вход». И передали ее в соответствии с православным учением о спасении. Спасение делами. И перевели таким вот образом. «Откроется вам свободный вход». Но в оригинале не сказано «откроется» и не сказано «свободный». Сказано «богато» и сказано «подастся» или «предоставится». Есть слово «плюсиос», «богатый» и здесь наречие от этого корня «плюсиос», да, «богато». «Богато предоставится вам вход». О чем же здесь говорит Петр и что же означает эта загадочная фраза? Скорее всего, речь идет о триумфальном входе. Традиции, хорошо известной в Римской империи. Эта традиция начала развиваться еще с периода эллинистического, с периода греческой империи Александра Македонского. И к первому веку, когда было написано Петром это послание, данная традиция была уже на слуху у всех жителей Римского царства. Если царь, послушайте, если царь или военачальник одерживал небольшую победу в Римской империи, то он возвращался в страну без особых почестей. Это было просто в порядке вещей. Рим и так должен был побеждать. Если военачальник одерживал крупную победу и приумножал таким образом славу империи, то ему предоставлялась такая награда, как овация. Вы знаете это слово, овация. У нас сейчас она часто используется овацией, да, там кому-то, какому-то артисту и так далее. Но вот какое это имеет историческое значение. Овация в Риме, в Римской империи, это право войти в Рим, в город с особыми почестями. Полководец, праздновавший овацию, обычно входил в город пешим ходом, то есть он шел пешком, своими ногами, но в особой одежде. Это была такая праздничная, красиво украшенная одежда, тога магистрата. То есть он принадлежал, показывал свою принадлежность к магистрату, к органу управления Римом с пурпурными полосками и в венке из Мирта. Незадолго до написания второго послания Петра овации удостоился император Нерон, который только-только стал императором, в молодом, кстати, возрасте, кажется, 15 или 16 лет, и в следующем году уже удостоился овации за какие-то военные действия, за какую-то победу, подавление мятежа. И вот он вошел в город, и, конечно, его приветствует весь народ. Это большая честь, большая почесть. Если же военачальник одерживал еще более крупную победу, решительную победу над особо сильным противником, и при этом враг терял больше 5000 воинов, то есть это была такая победа, когда враг не просто сдался, но когда воевали, и у врага было очень много воинов повержено. И враг был в результате окончательно усмирен и подавлен. Тогда военачальнику по решению Римского Сената предоставлялась высшая почесть, так называемый триумф. Триумф – это еще более высокая награда, чем овация. Триумфатор был облачен в полностью пурпурную тогу. Если человек, который удоставился овации, у него была тога магистрата с такими золотыми полосками или пурпурными полосками, то есть это намек на высший статус, то здесь была полностью пурпурная тога, а пурпурные одежды носили кто? Цари, да, то есть это указание на его царственный статус. Так вот, триумфатор облачался в пурпурную тогу, украшенную золотой вышивкой. На голове у него был не миртовый, а лавровый венец. Отсюда и говорят о лавровом венке, да, это вот как раз знак триумфатора. И триумфатор не шел пешком, в отличие от овации, а он ехал на колеснице, запряженной четырьмя белыми лошадьми. Это символ бога солнца. Тем самым он как бы сравнивался с божественностью, его статус. Перед ним несли военные трофеи. Это оружие и сокровища, захваченные у врага. Если, например, были катапульты, такие большие метательные машины, захваченные у врага, то они тоже провозились, как бы во время всей этой процессии. То есть люди видели, какое мощное оружие захватил этот полководец. Впереди полководца шли римские сенаторы. Это знак особой чести, когда сами высокопоставленные люди, ну можно сказать верхушка правительства, они идут перед этим человеком, идут пешком, а он едет на колеснице. Представляете, какая высокая честь. Его сопровождали солдаты, солдаты без оружия. Также его сопровождали освобожденные им жители. То есть если он освободил какую-то страну, и римские граждане там были, то эти римские граждане шли перед ним в ликовании в таком, потому что он освободил их от власти вот этого врага. Также перед ним шли пленники, захваченные войска, пленные тоже проводились перед вот этим вот триумфатором. И все они, вот эта вся огромная процессия, шли и восклицали по латыни «Io triumfe». Отсюда и берется вот это вот название «триумф», да? Это означает «я торжествую». И вот представьте себе эту огромную процессию. И вот этот вот человек едет на этой колеснице, запряженной четырьмя белыми лошадьми, и перед ним идет огромная толпа. И все они кричат «я торжествую!» «Я торжествую!» «Я торжествую!» Эта процессия проходила по всему городу Риму, включая два заполненных народом цирка – Фламиниев и Большой цирк. Причем в одном только большом цирке могло разместиться до 500 тысяч зрителей. Представьте себе, какие толпы народа стояли в это время на улицах. И затем эта толпа восходила на Капитолий, а к вечеру начинались празднования с угощением для всего народа. Весь народ праздновал и ликовал. Отдельно проходили пиры для знати. Вот что такое триумф, и вот что такое богато подастся вам в ход. Петр говорит, что если мы возрастаем духовно так, как Бог задумал, то богато предоставится нам в ход вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Иными словами, наше вхождение на небеса будет триумфальным. Оно будет отмечено высшей радостью, высшими почестями, величайшей наградой. Представьте себе, я как-то читал, что корона королевы Елизаветы II, это та королева, которая сейчас еще до сих пор, будучи старенькой, остается на троне Великобритании. Так вот, я читал, что корона королевы Елизаветы II украшена огромным количеством бриллиантов. Знаете, сколько бриллиантов украшает корону королевы? 2783 бриллианта, 277 жемчужин, 18 сапфиров, 11 изумрудов и 5 рубинов. Все они бесценные, драгоценные камни. Представьте себе, Библия говорит нам, что бог даст нам венец, он даст нам корону. И я думаю, что эта корона будет ценнее для нас, чем корона Елизаветы II. Я не знаю, как она будет украшена, и я не знаю, будет ли она золотой, в конце концов, там по золоту ходят. Но, наверное, она из каких-то других будет материалов, и она будет сам знак того, что мы получили от нашего царя, от Господа Иисуса Христа. Это будет таким ценным, что мы будем чувствовать величайшую честь и радость. Если вы возрастаете духовно, если вы живете по воле Божьей в вашей жизни, то тогда богато предоставится вам вход в вечное царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы спросите, а если нет? Противоположность триумфальному входу – это постыдное возвращение солдат после поражения, после бегства с поля боя. В Библии упоминается такой случай, или упоминается этот обычай. Это вторая книга царств, 19 глава, 3 стих. Вторая царств, 19 глава, 3 стих. Нет, там иудеи, войска Давида, не потерпели поражения и не убежали с поля боя, они, более того, победили. Но из-за того, что Давид оплакивал погибшего сына Авессалома, который восстал против него, и с которым они воевали, из-за того, как Давид себя повел, сказано, 2 царств, 19, 3, «И входил тогда народ в город украдкую, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство». Вот противоположность триумфальному входу. Противоположность тому, что богато предоставится вам вход. Противоположность этому крадутся в город украдкой, прокрадываются, чтобы их никто не увидел. Им стыдно поднять глаза. Они идут и по пути, возвращаясь в город с оружием, они прячут свое оружие, чтобы никто не знал, что они возвращаются с поля битвы. Они по пути прихватывают какой-нибудь сток сена, типа они на полях тут были. Да мы тут вообще ни при чем, мы к этой битве не имеем никакого отношения. Они опускают глаза, чтобы никто не узнал, что они ходили тоже вместе с войском, чтобы никто не спросил их, «Подожди, а ты с поля боя? Как битва прошла? Ну что, наши победили?» Нет, они возвращаются с таким стыдом, в темноте, они ждут, пока опустится солнце, и чтобы успеть проскользнуть в город перед самым закрытием ворот, когда уже темнеет, и их уже никто не видит, но еще ворота не закрыли. Как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. Дорогие друзья, вы думали когда-нибудь над тем, что некоторым христианам придется попасть на небеса со стыдом, и они будут опускать глаза. Как вы думаете, каким будет ваш вход на небеса? В 1 Коринфянам 3 главе, 1 Коринфянам 3 глава 13-15 стихи сказано, что в тот день каждого дела обнаружится, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Некоторые думают, да ничего страшного, главное, что я спасусь. Вы так не будете думать, когда вы предстанете на судилище Христова, и вы так не будете думать, когда вы окажетесь в Божьем Царстве, потому что там будут распределяться награды, и одного Господь поставит над десятью городами, даст ему управление десять городов, другого над пятью городами, кого-то, наверное, над одной деревней, кто-то будет дворником туалет и чистящим, но я не знаю, я, конечно, придумываю здесь, в этой точке, да, но Библия ясно говорит, что возможно потерпеть урон. Терпеть урон – это значит чего-то лишиться, это значит испытывать горечь и сожаление о том, что ты мог бы на самом деле прийти с наградой или получить награду, прийти с плодами, а ты приходишь пустым, и ты потерял все, что мог иметь. Подумайте, услышите ли вы от Христа, «Хорошо, добрый и верный раб, хорошо, добрая и верная раба, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Или же кому-то, может быть, доведется услышать такие страшные слова «Лукавый раб и неверный». Солдаты редко награждаются прямо на поле боя. Для получения награды их вызывают в штабковые начальнику или отзывают из похода домой, они получают увольнение, даже иногда с передовой, едут куда-то там в столицу и так далее. Дорогие друзья, так и мы, нам не следует ожидать нашей главной награды здесь на земле. «Если мы только здесь, в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков», говорит апостол Павел. «Но мы надеемся на Христа не только в этой жизни, но и в будущий, ибо мы знаем, что будет будущность, и будет воскресение, и будет вечность». И вот там, придя к нашему царю, военачальнику Иисусу Христу, там христиане, воины Царства Христова, получит свои главные награды у престола Царя на небесах. Итак, давайте подведем итог. Зачем возрастать духовно? Зачем прикладывать к этому усилия? Почему нужно серьезно отнестись к тому, что Петр сказал выше в пятом стихе? То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель. Зачем нам нужно прикладывать все старание? Я думаю, после прочтения, изучения сегодняшних стихов, 10-11 стихов, ответ на этот вопрос для нас становится очевидным. «Если вы будете возрастать духовно, то у вас будет уверенность в спасении на земле, иммунитет от лжеучений в церкви и великий триумф на небесах. Если же вы не будете возрастать духовно, если вы будете спустя рукава относиться к своей духовной жизни, то вас ждет противоположность. Депрессия, постоянных сомнений на земле, каша в голове и шатание из стороны в сторону от всевозможных ветров учений, постыдное обнаружение пустоты и тщетности всей вашей земной жизни, бездарно профуканной в погоне за благоустройством личного земного, временного комфорта». В XVI веке в Великобритании жил знаменитый писатель, путешественник и политический деятель сэр Уолтер Релли. Я немножечко познакомился с его биографией. Она очень интересная и полна, ну, если не противоречий, то противоположностей. То он возносился до самых высот, то его на много лет заточали в лондонский Тауэр, то потом опять выпускали и в конечном итоге казнили. Вот, то есть жизнь его очень была такой вот волнообразной, но очень любопытной, если вы когда-то захотите почитать, это интересное очень чтение. Так вот, сохранилась легенда. Сохранилась легенда, которая воспроизводится во всех его биографиях, и очень часто многие историки на эту легенду ссылаются. Сохранилась легенда о том, как однажды он постелил свой новый прекрасный дорогостоящий плащ на земле, на грязной земле в луже воды перед королевой Елизаветой. Это не вторая королева, которая сейчас, не вторая Елизавета, а первая Елизавета в 16 веке жила. И он знал, что... Да, он постелил вот этот свой плащ под ногами королевы Елизаветы, чтобы ей не пришлось идти через грязь. Он знал, что то, что отдано королевской особе, не будет потеряно. И действительно, его поступок, согласно легенде, не остался без награды, и он получил потом очень большие привилегии в царстве. Дорогие друзья, ничто, что вы отдадите здесь, на земле, нашему царю Иисусу Христу, не будет потеряно. Ваше время, которое вы отдадите Иисусу Христу, не будет потеряно. Ваши деньги, которые вы отдадите для созидания Его Царства на земле, не будут потеряны. Ваши силы, которые вы отдадите Ему для служения Ему и для своего духовного роста, не будут потеряны. Ваши чувства, которые вы отдадите для познания Его, не будут потеряны. Вся ваша жизнь, которую вы отдадите Иисусу Христу, не будет потеряна и не останется без награды. Если вы еще не познали Иисуса Христа и не склонились перед Ним, как перед Царем и перед Господом, то сделайте это сегодня, не откладывайте это на потом, отдайте Ему свою жизнь, придите к Нему с покаянием, признайте свои грехи, признайте, что вы огорчали Его, что вы нарушали Его Слово, признайте, что вы нуждаетесь в Его прощении, что вы виновны пред Ним. И Он обещает не отвергнуть, Он милостивый Царь, который отдал за вас свою жизнь и который искупил ваши грехи и который готов дать вам прощение и принять свое царство. Придите к Нему, давайте помолимся. Господь наш милостивый, любящий, вечный, прекрасный, истинный Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты создал небо и землю и всю Вселенную, мириады звезд, тысячи планет, удивительные миры для нас неизведанные, в которые мы не можем даже проникнуть, но которые созерцает Твое око каждый день и в которых, по-видимому, находятся и восхищаются которыми ангелы Твои. Мы благодарим Тебя за то, что Ты создал и нашу планету, и человечество на этой земле, и сейчас надзираешь над нами. Благодарим Тебя за то, что Ты заинтересован в нас, ибо Ты создал нас по своему образу и подобию, и мы Твои. Мы приходим к Тебе с признанием своего греха и своей вины. Прости нас, помилуй, прими вечное царство Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя за то, что Он любящий и милостивый Царь, богатый милостью и любовью и наградою для всех призывающих Его. Я прошу, чтобы никто из здесь присутствующих и никто из тех, кто соприкоснется с этой проповедью и будет слушать ее, не остался погибшим и потерянным, но прошу, призови каждого к Тебе ради славы имени Твоего во имя Господа Иисуса Христа. Помоги нам всем возрастать духовно, зная, какую великую награду Ты нам обещаешь. Аминь. Аминь.